Друзья, всем привет! За спиной вы у меня видите прекрасную лесную реку, но речь пойдет не о ней. Здесь я уже заканчиваю свой сегодняшний маршрут, а начал с другого водоема. Рано-рано утром приехал на реку практически с рассветом, чтобы половить на мормышку на ультралайтовый спиннинг. Сразу скажу, что фанатам мормышки можно не беспокоиться. Я занимался не мормышингом, а ловил так, как я умею, так, как я люблю. Соответственно, главной целью моей рыбалки была, конечно же, красноперка. Удалось ли ее поймать, вы увидите. В целом, скажу, что выход получился потрясающий. Во-первых, очень красиво. Во-вторых, так долго все ждали эту весну, и так хорошо. Просто сейчас ни комаров, ничего. Ходишь, балдеешь. В общем, смотрим, как говорится, не переключаемся. Ну что, у меня классное доброе утро. На часах где-то половина пятого. Чтобы приехать сюда к этому времени, пришлось просто не ложиться спать. И все равно я даже не успел к рассвету. Не знаю, как там обычно рыбаки ходят в три утра, в два. Я все уже, я к таким подвигам не готов. Но, тем не менее, добрался. Немного такой вялый и сонный. Сейчас разберу снастью и попробую половить кого-нибудь. Так, ну что, друзья, как всегда, отряд раут до трех граммов. Но в этот раз решил рискнуть и поставил катушку не с плетенкой 0,2, а с эстером, который тут где-то примерно 0,25, что ли, я что-то не помню. Ну, в общем, очень тонкая, 0,08, по-моему. Можно сказать, это лесочка. Проблема такая, что я ее даже не вижу. Красота, птички поют. Вообще, у меня, конечно, нет привычки ходить в такую рань. Вот, но решил все-таки проверить. Потому что, ну, иду ловить белую рыбу. Но частенько и в детстве, и в молодости еще, когда ловил на удочку, конечно же, утро было самое классное время. Поэтому, ну, грех его не проверить и с точки зрения мормышки. Потому что хочется поймать все-таки красноперку. Вот, какой-нибудь. Поэтому я иду на течение. И посмотрю, как тут у нее с клевым в утренние часы. Так как обычно, я все же посещаю этот водоем. Да и вообще, в принципе, любой другой, когда уже солнышко, уже прогревается, вода. Соответственно, это уже ближе к обеду или ко второй половине дня. Ну, речь, конечно же, о весне. Вот, ну, посмотрим, имеет ли смысл вставать ни свет, ни заря и куда-то нестись. Все, опа. Хотя, конечно, друзья, ради такой обалденной картины туман над водой, птицы поют. И самое главное, практически никого нету. Сейчас еще пока не ездит машина, но буквально через час, через там полчаса уже начнется движуха. Будет уже все не так романтично. Ну, а пока, пока... Пока, друзья, мы можем понаслаждаться природой, звуками. И очень бы хотелось, конечно, и рыбами. Приманка у меня не мелкая. В этот раз я решил рискнуть и поставил катушку с эстером. Обычно ловлю на плетенку, хотя для таких весов даже на второй шнур как бы считается толстоватым. Но здесь, как вы видите, везде какие-то камыши. Приманка зацепляется. Рыба, если клюет... Рисковное, в общем, это занятие. Ну, посмотрим. Оторву парочку. И поставлю обратно плетенку. Хоть с ней не так комфортно. Смотри, как все летит классно. Ловля у меня здесь такая... Скорее... Ближе к головлиной какой-то, чем... Какой-то мормышке там или еще что-то подобное. Сплавляю приманку по течению и чуть-чуть ее поддергиваю. Нет, друзья, все-таки стоит вставать пораньше, чтобы наблюдать всю вот эту красоту. Особенно сейчас, после зимы, это так здорово. Так, ну, тем не менее. Мы сюда пришли попробовать кого-нибудь поймать. Я переместился. Здесь очень классическое место. Сужение, струя. Соответственно, здесь она расходится. Затешочек, обратки. Поэтому можно пролавливать и саму струю, и границу, и затешочек. Вот, красноперки чаще всего, конечно, клюют. И мне нравится их ловить именно на самой струе. Да ладно, ладно, кто-то присел, присел кто-то. Эх, сошла, сошла. Ну, была рыбеха уже такая, весьма ощутимая. Ну, вот здесь вот, в затяжке она клюнула. Ух ты, елки. Ну, что ж так громко-то? Да ладно, поклевка, поклевка. Ух ты, какая. Кто-то прям хороший был. Опа. Интересно. Видели, да? Очень интересно, что это такое было. Подсекать тут, как в спиннинге, практически бессмысленно. Оп. Ну, ладно, первый пошел. Пусть это и окунь. Так, так, так. Так. Давай. Приманка целая, молодец, мотай отсюда. Ну, и этот товарищ, без него никуда. Особенно этот размер неполувозрелый. Есть, есть, поклевка. Поклевка. Так, 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 так. Не сойди. Да елки-палки, это щука. Нет, щука не надо мне. Щуку не надо мне. Ты что? У нее мармушки. Ну, как щука, друзья? Такая вот. Ну, как... Смотрите, как аккуратненько прям... Отдаст приманку? Отдаст. Все, беги. А я уж тут понадеялся, рыба нормальная. А там вот те. Поклевка сразу. Каких-то карапузов там. О, есть, есть, сидит. Ну, небольшой, совсем, совсем маленький. Уклейка, друзья, уклейка. Вот они кто. Смотрите, как за елку-то. Вот она какая красавица. Бегом. А вот хвостик она мне отожрала, засранка. Ух ты, как прямо хорошечно. Уклейка прямо хорошо клюет. Прям красиво. В руку. Слетела. Ладно. Беги. Красиво очень рыбка. Беги. Беги. Опа, есть, прямо четко. Опа, я поймал ее все-таки, друзья. Обалдеть. Прямо четко возле берега. Посмотрите, какая красавица. Вот она. Первая нормальная красноперка, которую, как говорится, не стыдно показать. Ну, вот видите, друзья, все равно она живет на течении. То есть сейчас вот она поймалась не с самой струи, конечно, а вот здесь вот возле нашего берега такой затишочек. И здесь она дежурила. Да ладно, да ладно. Надо же. Эх. Все-таки попалась она здесь. Я тебя ждал. Еще одна красивая улечка. Ты моя. Ты, друзья, посмотрите. Все-таки одна из самых красивых рыб. С детства я ее очень люблю. Конечно же, я ловил ее на удочку в те годы. В детстве. И покрупнее рыбки были. Но сейчас я рад и такой. Подпение птиц. Шикарная рыбеха. Эх, хвостик все-таки откусила. Ну что же, подруга, давай. Ну так вот, друзья, в итоге поймал обстримом. И клюнула она прямо перед препятствием. То есть где-то там прячется в этом завале. Полноценный хищник. Ничем от головля по мне не отличающийся. Ну, разве что размером. А методика ловли, как видите, похожая. Ну, по крайней мере, здесь на течении. Ну и что интересно, друзья. Как видите, рыба поймалась при проводке обстрим. И поклевка произошла прямо вот перед этим препятствием. То есть она, скорее всего, там где-то стояла, под ним увидела приманку и выпрыгнула. Но самое забавное то, что это препятствие уже и сегодня, и в прошлый раз, здесь я был в начале апреля, я пробовал облавливать и сверху, то есть вниз по течению делал заброс, держал здесь приманку, но поклевок не было. В тот раз я здесь тоже также поймал одну рыбку, ровно с этого же места, и именно забросами вверх по течению, то есть обстрим. Соответственно, надо пробовать обязательно и так, и эдак. Где-то она клюет, где-то она стоит именно вот для этой проводки более удобно. Тихо не получается, все равно под ногами что-то все время хрустит. Просто из любопытства поставил прямо микро, микро приманку, я думаю. Не знаю, будет вам видно вообще ее в камеру. Вот так вот поближе и увели еще. Сейчас мы поймаем этих задорных ребят, которые цапают за попу, но не засекаются. Потому что что? Потому что ротики у них маленькие. Все-таки азарт. Ну, что? Все, есть желающие сразу же. Но нет, но не попался. Не попался. Вообще азартная ловля. Понятно, что такие карапузы, они даже не нагружают бланк по-серьезному, но тем не менее, кайф. Маленькая уклейка. Ну, вот эта вот уклейка типа стандарт. Так что утренние были поинтересней. Есть. Это другой породы ребёха. Смотрите. Мини краснопёрочь. Кто-то сейчас скажет, что я стою в полный рост. Да. Это так. Лучше бы, конечно, присесть. Но тем не менее, как показывает практика, более-менее нормальной рыбы сейчас тут нет. А вот эти ребята нисколько не смущаются. Блин, съела. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Да ладно, да ладно, да ладно Так кто это у нас, кто это, кто это у нас Вот такой классный Окушочек дал жару Посмотрите, друзья Фрикциончик посматривал Ох, какой красавец Какой красавец Это уже нормоль Этот уже неплох Для ультрала это просто Замечательный Так Ну, парень, тебе сегодня повезло Ты кинозвезда Малого формата Поэтому Отправишься домой Вот так, конечно, да Вряд ли бы тебя кто отпустил Такой пищевой экземпляр Но даже фрикцион посматривал Вон Все, пошел, пошел Поклевка была Есть, 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 есть Смотрите, еще Еще И тоже хороший Хороший Да и ладно Я тут прямо попал на какую-то стаю Прямо хороший парень Ну, такой же У меня фрикцион-то настроен на рыбу Помельче Смотрите, как они мне замечательно Под конец рыбалки Я уже собираюсь домой Ать И они такие замечательные клюют А, красавцы Хорош Вот это, да Вот это, да Вот это мне подфартило, друзья Стоит здесь в обратке Стайка была хорошей Кукуней По местным меркам Прямо, блин, красота Прямо красота Ну, что еще могу сказать И вываживание, и поклевка Прямо здорово Для ультралайта Немножко фрикцион Повизжал Пошли Ну, все Это типа такой завершающий Сказал Не, ребята Я не такой здоровый Но я тоже могу Тоже могу Ну, вот, кстати, тоже Я, конечно, очень близко стою Чтобы облавлить вот это вот место Но и все равно, смотрите Видите, как поклевка Хотел сказать Вот она Вот этот треугольничек Где встречается обратка И струя основная Там всегда какая-нибудь рыба стоит Ну, сегодня вот такая вот Тоже рыба Тоже хорошо Тоже процесс Итак, друзья Обед еще не наступил А я уже, можно сказать Доловился Конечно Ехал я сюда В надежде, что клюнет Красноперочка Покрупнее Ну, к сожалению Сегодня у нее какой-то Выходной день Судя по всему Может быть Уже поздно Потому что Первые выходы Обычно где-то в начале апреля Здесь у нее Может быть еще рано То есть она Попозже отнерестится И будет Клевать Потому что Ловить я люблю Все-таки на течении Но Окуни Отличную точку поставили Ну, а в целом Друзья Смотрите Выводы Ловить Рядом с течением Или на течении Гораздо интереснее И Ну, откровенно Проще Потому что Та рыба Которая все-таки Стоит В движущейся воде Настроена Обычно На поклевку Она там Не спит Она скорее всего Ищет какую-то еду Ну, и соответственно Более активная Вот В нашем же случае Гораздо острее ощущения Вот эти вот все Ударчики На натянутом шнуре Но в данном случае У меня не шнур А СТР Модная нынче леска Поклевок было Море Настроение Отличное Что еще нужно От рыбалки, друзья Не хвостовом Чешуи И до встречи На водоемах Пока-пока Есть 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 Кто-то Кто-то Вот она, друзья Первая красноперочка Кайф Кайф Ну все С меня С днем рождения Рыба Моего детства Любимая Польмана Какая красавица Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому